Ну, раз уж понравился текст Башлычеви, там сам текст, он не о Башлычеве, а, в принципе, о нашем времени, наверное. Первая песня Башлычева, которую я услышала, первая песня была песня «Премя колокольчиков», но я думаю, что я все ее слышала. Вот и она произвела, у меня очень сильное впечатление, давно я услышала ее по 14. Ну, в принципе, маме и Раши почему-то совпадают с текстами Башлычева. Итак, стихотворение называется... Не скажу, как оно называется, это секрет. В общем, начало. Никому не верь, это ведь здесь Башлычев выходил из таверн, в вечный снег, вечный снег и сумок, и бежала собака, худая со всех ног, за ним дрожащим, как оголенный провод, а затем наступало время, а затем наступал холод, бесконечность для тех, кто салат считывает дни без. Никому не верь, это ведь здесь укрывает наст трамваи города трех революций, и, кажется, где-то на остановке печально стоит Бродский, проклиная дожди или ветер, или тех, кто забыл, что был светел, кто не выдержал и покинул. И вечер плывет синий, и вечер плывет синий. Говорят, что грустные все в России, словно бы вода вместо крови, словно бы текут Енисей и Лена, по венам, которые поколением. Говорят, что мы — отголоски зимы, сумасшедшего семнадцатого года. Это правда. Никому не верь, помнишь, как у Ахматовой нас покориться никто не заставит. Неужели ты не понимаешь, что мы последние у заставы, что за нами что-то, для чего не найти слов? Мы, как деревья, расцветающие во дворах, этих крохотных дворах, панельных девятиэтажек, цвети отважно. Так, ну, может быть, я бы без микрофона могу прочитать, потому что очень... Что-что? А, ладно, простите, хорошо. Окей. Так, второе стихотворение называется «Образа». Согласие с несправедливостью малой, Есть согласие с несправедливостью любой, Вне времени существует место, Где Христа до сих пор уводит конвой, Где люди с глазами вороньями Смазывают веревку мылом И подают Есенину От окаменного нечувствия. Спаси меня. Мы идем по земле, Будто мы не сильны, Словно сотворил ты нас безголосами, А снаружи Москва Так шумит осинами, Так шумит березами. Это здесь во тьме, Это здесь тайком, Прядь солнца свет, Под красным скоморошим колпаком. Это здесь конь бред, Одного за другим сбрасывает всадников. Это здесь в сорок пятом Со старившихся сыновей Узнают по родинкам. Мать моя, Огромная, Рдающая, Юродивая, Цветастые юбки От таймыра И до байкала. Знай же, Женщина с губами От холода Самородиновыми, Я тебя никогда не предавала. Я была с тобой, Когда голосила Аврора, Когда смеялись Нистого, Люди пришли, И я была с тобой И в радости, И в горе, Словно мы друг для друга, Вовсе не лишние. И сейчас же пусть Бог услышит нас, Выключай свои электрические небеса. Очень просто теперь узнать русского, Такие у нас глаза, Словно с каждого списывают образа. Следующий стихотворение называется «Адам». Если бы можно было творить из-за земного праха, Деревья, удерживающие небеса, Ангела, золотые волосы, Блуждающую звезду, Если бы можно было что-то иное, Вечер, запах грозы, Жар пламени, Разве срастил бы такой сиадам, Разве отпустил бы его из небытия, Кровь, сделанную из зари, Голос, срывающийся на крик, Все ты ему отдал. Здесь, на земле, Так маленьких детей отпускают в воду, Чтобы они научились плавать. Но, Господи, слишком жестоко Разъединять сплавы Не делай так никогда. Я слышу, как окрикает меня Адам Под этим шумящим солнцем. Я все время чувствую, Как меня вытаскивают из-под его сердца. Я все время чувствую, Как меня вытаскивают из-под его сердца. Так, ну вот, видите, какое-нибудь совпадение? Я сама человек веселая, Семьи очень грустные, И многих это будет заблуждение. Следующий свитер тоже очень серьезный. Я могу сказать, что я впервые его читаю на публике. Все, что хочу вам сказать. Мама мыла Рому, Шумного мальчика с росыпью солнцем, С весынушек, Во дворе падали сбитые дождем Спелые вишни. Соседская собака лаяла на смешную левушку, Меркуриевый чай остывал в алюминиевой кружке. Рома смотрел на деревья вокруг большие, Луну были треложи, Проезжающие машины, И дома, как кометы, Воздухом пойманные за хвост. Через четыре лета Рома пойдет в первый класс, Затем научится читать книги о том, Как Гагарин все земное и смертное отвергает. Через пятнадцать зим, За первой школой спрятавшись от холода в магазин, Одет им нелепый свитер. Рома будет ждать девочку, С глазами олиты она не придет, А через год ему в руки дадут пулемет. На дворе девяносто четвертый Рассчитайтесь, коносолдат и мертвых. Марсианское небо в дыму ночном Заменит беззвездный вакуум Чечны, На расстоянии выстрела он сравним С горизонтом событий. Ты представляешь, я видел, Как Циолковского привязали к танку И поглязь и волокли, Что они сделали с нами, мама? И я чувствую, как во мне Проснулись все реки моей земли. Мама мыла Рому И никак не могла вымыть из него Ни живого свинец войны. Мама мыла Рому, Мальчика, превратившегося В неостывающую звезду, Как половина мальчиков нашей страны. Ну, сложно читать что-то еще, Но давайте я прочую стихотворение «Солярис», Раз уж оно кому-то понравилось. Спасибо за это. Мне тоже очень нравится фильм «Солярис». Мы слушаем, который год слушаем, Как медленную симфонию, Вместо сообщений по радио, Звонков в телефонах, Огромный шумящий океан. Там, на земле, Наши одноклассники женятся На хороших девушках, Они рожают им красивых детей. Дети ждут, когда Божья коровка Принесет с неба хлебушка, А на небе только мы, Из ее стырой. Мы всегда мечтали стать Мореплавателями, Или на худой конец Строителями космических судов. Мы не понимали, что главное, Смотреть, как воздух касается Пахнущих домом трав. Я скучаю по тебе, Или нет еще, И я даже не знаю, Знакомы ли мы уже. Здесь время приобретает Другой счет, Не хватает дождей. Человек обречен На отсутствие выбора Существовать в рамках Парадигмы Земли И звезды, Как неподвижные идолы, Которых кто-то смастерил Из разных сортов глины. Наверху все кажется Таким незначительным Расстояние, трагедии, Страшные сны, В тишине звенящей И оглушительной, Под влеклым светом Чужой луны. В мире, где отделяет От смерти Обшилка шатла И желание понять Хоть что-нибудь, Любой шум Звучит, как твоя Непроизнесенная клятва, Всегда рядом быть. Ну и последнее стихотворение, Которое я причту, Я думаю, что оно будет Актуальным в данном случае. Если бы ты знал, Господи, Как нам тяжело В этом страшном веке, Как мы каждое утро Плывем по холодным метро Веткам, Как нас жжет соль земли, Как мы превращаемся В нее сами, Как любовь к кому-то Становится для нас крестами. Если бы ты знал, Господи, Мы молчим за вечерним чаем, Мы прощаем тех, Кто нас приручает. Товаря здесь такие, Голову поднимешь И погибаешь, Потому что они уносят тебя, Как нелепое изделие оригами, В вышину, Долгую-долгую вышину. А это такой мир, Господи, Из которого только раз хребнуть, И уже не жив, не мертв, Но мы пьем его, Кто сильнее встает, Некоторые вырастают в землю. Самое страшное, Боже мой, Это память. Ее не убьешь, Не откупишься от нее денег, Она станет ходить за тобой Наподобие тени, Превращая все чувства В увядающие растения. Если бы ты знал, Господи, Мы совсем одни, На расстоянии дыхания Друг от друга, Мы, конечно, иногда тебе звоним, Но сам понимаешь, Снега в юге, Километровые пробки, Очередь к телефонным будкам, Но ты не оставляй нас и на минуту. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ